Возьмем яркого националиста Маргулан Бурамбая. В 1992 году он оказался свидетелем убийства его друга Трюжанова, которого два собутыльника зарезали ножом. Вместо того, чтобы обратиться в полицию, Бурамбай принес им бензин и помог сжечь труп своего друга. После этого еще умудрился продать машину Трюжанова. В 1993 году Маргулан Бурамбай и гражданин Абдрахмана в Жасказгане остановили таксиста Кусенова и задушили, завладев его автомобилем, а труп закопали в степи. За это Маргулан Бурамбай был осужден к 15 годам лишения свободы. А буквально на днях он вступил в партию Акжол. Что будет дальше, запасемся в обход партии. У Ад Ахметов такой же отморозок. В 2011 году Кустаная совершил разбойное нападение. Завладел телефоном гражданином отпуска. Каким-то чудом смог отделаться условным сроком. Его движение «Три Майдана» и патриотические лозунги имеют конкретные меркантильные цели. Кошмарить бедных владельцев бутиков, не имеющих казахские вывески, и получать на каский счет донаты, которые... Ну вот, друзья мои, да, вот такое, значит, интересное видео я нашел для вас в Ютубе. Я ссылку оставлю, можете посмотреть полностью это видео. Но вы и сами знаете, что у меня были нехорошие отношения вот с этим Хуат Ахметовым. Поэтому Хуат, я тебе еще раз, если смотришь мои видео, да, я тебе повторяю. Пока не извинишься-то подо мной, не извинишься передо мной, да, потому что я тебе в отцы гожусь, а ты со мной поступил, то есть, очень даже нехорошо, понимаешь, Хуат, да? Поэтому я слежу за тобой, за каждым твоим шагом. И, ну, а, друзья, вам скажу, что вот интересно, конечно, это видео. Не делай тебе себе кумиров, как говорится в Куране. В Куране не зря об этом говорят, что не делай тебе себе кумиров. Потому что, когда я Хуата Ахметова критиковал, все там выступали, как не зная за кого. То есть, человек, видите, которому, с которым я бы, например, в разведку бы не пошел бы с таким человеком, понимаете? Поэтому все, везде деньги, 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 кругом одни деньги. И почему это, вот эти вот патриоты, да, вот, Хуат Ахметов, Маргулан Баранбай, ни разу не сказали про казачество. Почему они не говорят про казачество, которое, вы сами, вот, которые смотрите мои ролики, вы видите, сколько они нам делают таких дел, да, чтобы завтра мы не потеряли свою независимость, свой суверенный Казахстан. Поэтому, друзья мои, не создавайте себе кумиров. Ну, а я ссылку оставлю на это полное видео. Можете кому-либо пытно посмотреть полное видео. Там не только про этих двух людей, да, там про других, там про Ижанбалла, там про других, там, то есть интересный, в общем, канал, который я увидел в интернете, посмотрел, и советую вам также посмотреть. С вами был Ярг Али. Салам алейкум рахметуллахи ва абракатух. Давайте, друзья, сплотимся и остановим казачество в Казахстане. Казачество в Казахстане, я считаю, не должно быть, не должно быть общественных объединений казачьих в Казахстане. И сегодня я знаю, что атаман Захаров рвется в мажилиз парламента, то есть он рвется туда через русское общество Казахстана и через казаческие организации. Он, значит, подал туда заявление и хочет, значит, быть в мажилизе парламента. Я считаю, мое мнение личное, что он хочет там спрятаться за депутатской корочкой. Знаете, есть такая депутатская корочка о неприкосновенности. И вот этот человек Захаров рвется туда. Поэтому нельзя этого допустить. С вами был Яргали. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Яргали. Саламу алейкум, рахмету ауллахи, ва баракату. И берегите нашу независимость. Самое ценное, что у нас есть на сегодня, это наша независимость и суверенитет. Саламу алейкум, рахмету ауллахи, ва баракату. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!